Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41 канала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты» смотрите сегодня в выпуске. В регионе возобновляются плановые приемы пациентов. С 27 ноября в Воронеже заработал крупнейший пункт приема вторичного сырья. Домушника-гастролера из Сибири задержали воронежские оперативники. В лесах области уже задерживают браконьеров, отправившихся на добычу новогодних деревьев. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. В США три ученика были убиты и по крайней мере восемь получили ранения в результате стрельбы в школе в селе Оксфорд в штате Мичиган во вторник. 15-летний ученик сдался после того, как открыл огонь по своим сверстникам. Он использовал пистолет калибра 9 мм, который 4 дня назад купил его отец. Из него подросток успел сделать до 20 выстрелов. Две девушки 14 и 17 лет убиты на месте, а 16-летний юноша скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии. У 15-летнего мальчика огнестрельное ранение в голову, а 14-летняя девочка была ранена в шею и грудь. Барбадос. Бывшая колония Карибское островное государство Барбадос вышла из-под власти британской короны. Первым президентом новоиспеченной республики стала уже бывшая генерал-губернатор Барбадоса 72-летняя Сандра Мэйсон. На инаугурации Мэйсон присутствовал наследник британского престола принц Уэльский Чарльз и поп-звезда уроженка острова певица Риана. В конце церемонии британскую монархию проводили с салютом, при этом королевский штандарт был спущен. Первая британская колония на Барбадосе появилась в 1627 году. В течение двухсот лет после этого сюда были доставлены 600 тысяч рабов из Африки, которые трудились на сахарных плантациях, принося своим английским хозяевам огромные прибыли. Судан. Тысячи людей снова собрались на улицах Хартума во вторник, чтобы выразить протест против нынешнего военного правления и соглашения, достигнутого между военными и гражданским правительством. Силы безопасности применили слезоточивый газ против демонстрантов, собравшихся у президентского дворца. В соответствии с соглашением, заключенным на прошлой неделе, бывший премьер-министр Абдалах Амдог был восстановлен в должности премьер-министра после того, как был свергнут в результате государственного переворота в октябре, чтобы разделить власть с военными до 2023 года. Индия. Верховный суд Нью-Дели рассмотрел во вторник пять отдельных ходатайств о признании однополых браков. Одно из ходатайств было подано двумя женщинами, которые уже заключили брак за границей и хотели признания в Индии. Адвокат Нирадж Кишан, выступая от имени заявителей, сказала, что проблема, поднятая в петициях, имеет национальное значение, так как, по ее мнению, ЛГБТ-сообщество составляет почти 8% от общей численности населения страны. Суд, заслушав в том числе заявление, требующее прямую трансляцию процесса, отложил судебное разбирательство до 3 февраля следующего года. Несмотря на существенную либерализацию законов в отношении однополого поведения, однополые браки официально не признаются в Индии, так как совместное проживание в качестве партнеров и сексуальные отношения между лицами одного пола, несопоставимое с концепцией индийской семьи. Япония. Жители деревни Кацурау начали возвращаться домой во вторник, после того, как власти вновь открыли зону, пострадавшую от ядерной аварии в 2011 года на Фукусиме, которая превратила деревню в зону отчуждения в течение десятилетия. После аварии на АЭС Фукусима 93 жителя, 34 домов региона были вынуждены эвакуироваться. «Сегодня я наконец-то смогу поужинать дома», поделился один из вернувшихся жителей. Начиная со вторника, эвакуированные смогут провести ночь дома, чтобы подготовиться к полному возвращению весной 2022 года. Ливия. После призыва к сидячей акции протеста, группа бойкотирующих предстоящие выборы в стране собралась во вторник перед офисами Национальной избирательной комиссии в Триполи. «Как можно принимать военных преступников в качестве кандидатов в президенты?» задался вопросом один из демонстрантов. Протестующие также заявили об отсутствии в стране конституции, регулирующие избирательное законодательство. «Эти выборы не могут быть проведены для свободных людей без конституционной основы. Мы однозначно отвергаем эти выборы», заявил другой протестующий. Между тем, ливийский избирком 22 ноября завершил прием заявок от кандидатов на президентские выборы, запланированные на 24 декабря. Среди них главнокомандующий ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар и сын Муаммара Каддафи Сейф Аль-Ислам. Нидерланды. Посол России в Нидерландах и постоянные представители России при ОЗХО Александр Шульгин во вторник в интервью РТ заявил, что технический секретариат не принимает российские запросы по отравлению политика Алексея Навального из-за желания Запада отбросить Россию на задворки политического мира. Он также отметил, что российская сторона предоставила развернутые ответы по делу об отравлении, в том числе с опорой на материалы доследственной проверки, но все эти ответы были сочтены недостаточными. Постпред напомнил, что технический секретариат с июля не предоставляет видеоматериалы с отбором проб у Навального в клинике Шерите процедурами разделения и опечатывания проб перед отправкой в лабораторию, хотя Москва их запрашивает. А это еще одно грубое нарушение со стороны технического секретариата, добавил Шульгин. Новости ближнего зарубежья. Латвия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел НАТО в Риге во вторник не исключил возможное дальнейшее санкционное давление на Россию на фоне, как он сказал, эскалации на российско-украинской границе. Осудив концентрацию российских войск на юго-западной границе как акт агрессии против потенциального союзника НАТО, Столтенберг заявил, любая будущая агрессия России против Украины будет стоить дорого и будет иметь серьезные политические и экономические последствия для России. Глава НАТО пообещал полную военную поддержку Украине, а также Латвии и Польше после пограничного кризиса с Беларусью. «Мы держим нашу оборону сильной», – сказал Столтенберг, добавив, что предполагаемое использование мигрантов для гибридной агрессии белорусскими властями является циничным и бесчеловечным. Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости во вторник заявил, что причинами миграционного кризиса на белорусско-польской границы стали санкцией и отказ Евросоюза строить лагеря для беженцев. Во время интервью Лукашенко также заявил, что если НАТО передислоцирует ядерное оружие к востоку от немецких границ, Белоруссия предложит России разместить ядерное оружие на своей территории. Между тем, российские и белорусские многофункциональные истребители Су-30 выполнили очередное совместное патрулирование государственной границы Белоруссии в рамках усиления боевого дежурства по ПВО. Сообщается, что полеты проходили по заранее утвержденному плану вне зависимости от погодных условий и времени суток. Накануне Министерство обороны Белоруссии сообщило, что зафиксировало увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО у границы республики. Общее количество полетов авиации Альянса в последнее время увеличилось почти в два раза. Новости России. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума ВТБ, Капитал Россия зовет, отметил, что россияне страдают от резкого роста цен, что является результатом глобального инфляционного давления и призвал действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен. На вопрос журналиста о возможном вводе российских войск на Украину. Президент ответил, что Россия будет отвечать на угрозы, если украинские ударные комплексы будут замечены на подлете к Москве в несколько минут. Помимо прочего, Путина спросили, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах. Глава государства ответил, что в соответствии с Конституцией такое право у него есть. Однако пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году. Премьер-министр Михаил Мишустин во время 26 регулярной встречи с премьером Государственного Совета КНР заявил, что в Китае при участии российских специалистов началось сооружение четырех новых энергоблоков для атомных электростанций. Премьер-министр России отметил, что за последние 10 месяцев уровень товарооборота между Россией и Китаем вырос на 30 процентов и составил почти 110 миллиардов долларов, более 8 триллионов рублей. Сотрудничество в сфере энергетики приобрело комплексный и стратегический характер. Стабильно работает газопровод «Сила Сибири». По графику идут поставки российского сжиженного природного газа в рамках совместного проекта «Ямал-СПГ», рассказал Мишустин. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в России не выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом она заявила в ходе заседания Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 в Российской Федерации во вторник в Москве. По словам Поповой, все существующие в России вакцины от COVID-19 защищают и от нового штамма. Однако «Омикрон» действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного всестороннего изучения. Попова также сообщила о том, что из-за особенностей «Омикрона» Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 часов до 48. Она добавила, что граждан, которые возвращаются в Россию из стран Юга Африки, обяжут соблюдать 14-дневный карантин. Измайловский суд Москвы во вторник приговорил бывшего схи-игумена Сергия к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям склонения к самоубийству, нарушения права на свободу совести и вероисповеданий самоуправства. Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий, известный в миру как Николай Романов, оказался в центре внимания после того, как стал заявлять в проповедях, что пандемия коронавируса COVID-19 является псевдопандемией. В связи с этим в мае клирик был запрещен служении из-за отрицания коронавируса. Его задержали в ночь на 29 декабря 2020 года в монастыре во время штурма сотрудниками Росгвардии и ОМОН. Новости нашего региона. За последние сутки в Воронежской области выявили 741 новое заражение коронавирусом. Умерли 55 человек. С начала пандемии в регионе скончались 8907 человек. За последние сутки Роспотребнадзор подтвердил гибель 55 пациентов. Зафиксирован 741 случай COVID-19. В Москве, по данным сайта СтопКоронавирус.РФ, за последние сутки умерло 94 человека. В Санкт-Петербурге 69, в Московской области 47, в Краснодарском крае 44. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в областях Черноземья. В Липецкой области 374 новых заражения COVID-19. В Курской 307, в Белгородской 340, в Тамбовской 208. Как сообщили во Всероссийском штабе, по борьбе с коронавирусом, 1 декабря в России выявлено 32 837 случаев коронавируса. Умерли 1226 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 276 419 летальных исходов. Будущий канцлер ФРГ Шольц выступил за обязательную вакцинацию против коронавируса. Олаф Шольц пояснил, что как член Бундестага он согласится с подобным предложением. Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря 2020 года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики и работники важных социальных профессий. В Нидерландах заявили, что Omicron-вариант попал в страну раньше, чем считалось. Первый образец, в котором подтвердился штамм, был взят еще 19 ноября. Ранее считалось, что первые случаи заражения Omicron-вариантом в Нидерландах были выявлены у 14 пассажиров, которые прибыли 26 ноября рейсами из ЮАР. Применение спутника Light в качестве бустера для всех вакцин одобрили в Объединенных Арабских Эмиратах. Вакцина как бустер будет доступна для всех резидентов от 18 лет и старше и может применяться по истечении 6 месяцев после получения второго компонента любой из вакцин, которые используются в программе вакцинации в Объединенных Арабских Эмиратах. Валерий Бобкин, 41 канал. Эпидситуация по коронавирусу в области стала меняться в лучшую сторону. В регионе возобновляются плановые приемы пациентов и начинается диспансеризация. Будут проводиться профилактические осмотры несовершеннолетних и диспансеризация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или под опекой при условии соблюдения мер инфекционной безопасности. В Воронежской области плановая медицинская помощь и профилактические осмотры были приостановлены с 8 июля. Запланированную госпитализацию отменили 20 сентября. Напомним также, в регионе с 29 ноября возобновилась работа доп. образования для детей и подростков. С 27 ноября в Воронеже заработал крупнейший пункт приема вторичного сырья, что лежит в основе деятельности экоцентра и поможет ли он решить проблему переработки мусора. В теме разбиралась Галина Жукова. Ежегодно россияне выбрасывают 70 миллионов тонн бытового мусора. Это в 10 раз больше веса пирамиды Хеопса. Если не решить проблему мусора в России, то наши отходы превратятся в восьмое чудо света. Привлечь внимание к этой проблеме призван экоцентр, который на днях открылся в Воронеже. Здесь будут принимать около 50 видов торсырья на переработку, начиная с электротехники и батареек и заканчивая такими необычными вещами, как рентгеновские снимки, старые украшения, блистер от таблеток и даже очки с диоптремия. Это как привычные уже нашим людям фракции. Это макулатура, металл, так и очень редкие практически, которые невозможно сдать в Воронеже. Например, CD-диски, коробки от CD-дисков и даже чеки. Люди приходили, кто не выбрасывал, кто копил годами, благодарили. Спасибо вам большое. Я вот копил, не зря не выбрасывал. Теперь это все можно будет собирать и давать дальше в переработку. Сегодня практически все, что мы выбрасываем в мусорные контейнеры, отправляется на полигоны и свалки. Лишь 2% мусора сжигается и около 4% перерабатывается. Нужно каждому человеку задуматься, что в настоящее время существует всего лишь три способа обращения с отходами. Первое, то, что 90% в стране у нас сейчас это свалки, полигоны. Второе, это мусоросжигательные, у которых тоже есть свои недостатки, когда выбрасываются в атмосферу выбросы, получается токсичная зола. И третий, единственный цивилизованный способ обращения с отходами в мире – это переработка. Одна из задач экоцентра – это популяризация системы раздельного сбора отходов. Наряду с этим важно и экологическое просвещение. Все начинается с культуры самого человека. Важно понимать, что от каждого из нас зависит, насколько комфортным и чистым мы делаем свое пространство, не засоряя окружающую среду. Сегодня мы часто наблюдаем безрадостную картину, когда наши леса захламлены бытовым мусором. Но постепенно ситуация меняется к лучшему. Как показывает обратная связь с воронежцами, у людей постепенно меняется сознание, говорят в экоцентре. Если вторсырье не сдавать на переработку, если не будет такой возможности у людей, то вся наша упаковка, все те отходы, которые образуются, они пойдут напрямую в мусорное ведро, а затем на полигоны, на свалку. На свалке это все накапливается. Вредные отходы поступают в почву, в воду и загрязняют окружающую среду. К слову, при сжигании мусора в атмосферу выбрасываются в разных количествах около 250 химических веществ. Тяжелые металлы и диоксины вызывают рак, бесплодие, аллергию. Единственный безопасный способ борьбы с мусором – его переработка. Кроме того, из вторсырья можно делать новые и весьма качественные вещи. Показан даже процесс, что сдается пластиковая бутылка PET, из нее получается нить, а из нити уже делают вот такие вот флистовые кофточки. Восемь пластиковых PET-бутылочек необходимы для производства одной такой флистовой кофточки. В Воронежском экоцентре любой желающий может не только сдать или обменять вторсырье, но и приобрести продукцию, изготовленную из отходов. Вот, допустим, например, гранулы полиалюминия, которые сделаны из тетрапака. Упаковка тетрапак многослойная, состоит из бумаги, фольги и полиэтилена. И дальше уже из таких гранул вот есть, допустим, блокнот, который сделан из упаковки тетрапак, ручка, которая сделана из упаковки тетрапак. Ну, из бумаги самое простое, картонные такие вот подложки. Все, что получает от Воронежцев экоцентр-собиратор, отправляется на переработку, как в регионе, так и за его пределами. Основной целью работы нашего экоцентра является не собрать больше всего вторсырья, а следуя концепции Zero Waste – это сокращение образования отходов, то есть чтобы как можно меньше отходов попадало на свалки. По мнению экспертов, переработка отходов позволит к 2030 году сократить количество мусора в России на 75-80%, а значит сократится и количество свалок. А между тем, в мире существуют десятки городов, где почти весь мусор перерабатывается. Лидером среди них является итальянский город Капанори, где перерабатывается порядка 85% бытовых отходов. Конечная цель этого – ноль отходов, полный отказ от сжигания и свалок. 1 декабря по решению ООН отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Как обстоят дела с этим заболеванием в Воронежской области, расскажут наши корреспонденты. В Воронежском регионе примерно 5000 человек являются ВИЧ-положительными. Примерно 100 человек ежегодно умирают от вируса, поражающего иммунные клетки человека. В России эта болезнь диагностирована у миллиона ста с лишним тысяч человек. Ежегодно от ВИЧ умирает более 30 тысяч человек. Примерно столько же заболевает за полгода. Около 40 миллионов ВИЧ страдают по всему миру. Ученые предполагают, что вирус иммунодефицита человека появился в 20-е годы прошлого столетия. Болезнь начала свое развитие в Африке. Вирус передался от обезьяна человеку. Выявили эту болезнь только к 80-м годам. В Воронеже студенты-медики традиционно в день борьбы со СПИДом проводят общественные акции. Для привлечения внимания людей к этой проблеме. Волонтеры проводят информационно-разъяснительную работу, приглашают пройти экспресс-тестирование. Основная причина распространения болезней – незащищенные половые контакты. Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2021 году – ликвидация неравенства. Победа над СПИДом – прекратить распространение пандемии. Я считаю, что эти мероприятия очень важны. Они у нас формируют ответственное отношение к здоровью человека. Мы информируем людей, не только студентов, но и всех людей о том, что такое ВИЧ, что такое СПИД, как он передается, как можно себя защитить, как остановить распространение этой инфекции. ВИЧ-инфекция касается абсолютно каждого человека на сегодняшний день. Он может столкнуться любой с этим заболеванием, кто не следует принципам безопасного поведения. Если 20 лет назад ВИЧ считался болезнью молодых, им заражались люди преимущественно в возрасте до 30 лет, то теперь большинство зараженных старше 35. СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ. При отсутствии должного лечения он развивается у человека спустя несколько лет после заражения ВИЧ. На сегодняшний день смертности от СПИДа не должно быть, потому что мы для этого имеем все необходимые предпосылки. Это и доступное лечение, и возможность бесплатного качества наблюдения в центре СПИДа. И для этого люди должны как можно раньше узнавать свой ВИЧ-статус и начинать наблюдаться. От того, насколько рано будет выявлена болезнь, зависит дальнейшая продолжительность жизни больного. Кроме того, зараженный, сам не зная того, может инфицировать других. Для того, чтобы ВИЧ-положительные выявлялись быстрее и проводятся подобные акции. На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано более миллиона ста тысяч человек, живущих с диагнозом ВИЧ-инфекция, с установленным. По оценочным данным, еще несколько сотен тысяч человек может проживать с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция, но эти люди пока либо не дошли до диспансерного наблюдения и лечения, либо по тем или иным причинам от него могут уклоняться. Очень важно обратить внимание людей на эту болезнь, донести информацию, объяснить грамотно. Ежегодно у нас проходят конференции, различные тематические занятия, ну и акции, которые проводят наши волонтеры для жителей города. В Воронежской области число имеющих ВИЧ-статус в три с половиной раза ниже, чем в среднем по стране. Больше всего зараженных в Нововоронеже, Подгоренском и Иртильских районах. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал. Домушник из Сибири, который обокрал около 10 квартир в трех регионах России, задержан в Воронеже. От владельцев квартир в Воронеже в отделы полиции разных районов города поступило несколько заявлений о краже имущества. По словам пострадавших, домушник проникал в чужое жилище независимо от времени суток. Наличие домочадцев определял по выключенному свету. При этом все квартиры, где он совершал кражи, были расположены на первых и вторых этажах. Все эти преступления объединял один и тот же способ – путем взлома металлопластиковых окон. Предметом преступного посягательства являлись денежные средства и ювелирные изделия. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 130 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД России по городу Воронежу нашли и задержали подозреваемого. Передвигался мужчина исключительно, заказывая попутку на сервисе поездок. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 29-летний житель Забайкальского края, который был задержан на съемной квартире на территории Нижегородской области. Гастролер со своей преступной схемой побывал в Иваново и Нижнем Новгороде. Воронеж стал для него конечной точкой. Фигуранту избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. В отделе полиции он дал признательные показания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Елена Цветкова при содействии ГУВД Воронежской области. До наступления Нового года еще целый месяц, а в лесах Воронежской области уже задерживают браконьеров, отправившихся на добычу новогодних деревьев. В лесах Воронежской области появились предновогодние патрули. Лесные инспекторы и полицейские следят за тем, чтобы в регионе не велась незаконная рубка ели и сосен. В Калачеевском лесничестве задержан местный житель, срубивший сосну диаметром 8 сантиметров, а рядом с селом Нижний Корець найдено 15 деревьев, которые были упакованы и подготовлены к погрузке. Однако задержать браконьеров не удалось, за добычу они не вернулись, вероятно, почуев неладное. Для граждан легальное происхождение новогоднего дерева должно быть подтверждено договором, кассовым чеком или приходным кассовым ордером. Юридические лица должны иметь договор купли-продажи деревьев и товарно-транспортную накладную. В случае нарушения организации могут быть оштрафованы на сумму от 200 до 300 тысяч рублей. Гражданам грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей с обязанностью возместить ущерб в 4 тысячи 6 рублей за одно дерево. А вот за три срубленные елки можно получить три года лишения свободы. Валерий Бобкин, 41 канал. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов в 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41 канала и на нашем ютуб-канале. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»